Текущий год, вообще, надо сказать, преподнес нас множество сюрпризов и подтверждений многих проблем, которые раньше, в общем-то, многие слышали, но не видели. Что у нас за последние 20 с лишним лет происходило в нашем сельскохозяйственном производстве? Ну, вы все помните 90-е годы, когда мы дошли до такого уровня, что, собственно говоря, у нас в Ростовской области полтора миллиона гектаров пашни вообще не обрабатывалось. Сейчас, если мы посмотрим по Российской Федерации, то у нас в обработке только 72% той пашни, которая была у нас на 1 января 1990 года, то есть до разбала Советского Союза. С приходом нынешнего руководства вложения в сельскохозяйственное производство стали существенными. Если мы посмотрим за Перу с 2000 по 2021 год, мы полтора раза опережали мировых лидеров по вложению в сельскохозяйственное производство. О чем идет речь? Это идет речь прежде всего о машино-тракторном парке. У нас он значительно улучшился благодаря привлечению прежде всего иностранной техники высокопроизводительной. У нас существенно улучшилась структура пассивных площадей. Из этих 84 миллионов гектаров, которые у нас есть, мы улучшили структуру пассивных площадей за счет азимового клина. Он у нас разрос до 21 миллиона гектаров. У нас увеличилась доля подсолнечника и бобовых культур. Среди бобовых культур нас особенно следует отметить такую культуру, как соя. В этом году ее уже больше 4 миллионов по Российской Федерации посеяно. Надо сказать, что это одна из тех культур, которая в принципе даже при невысокой урожайности дает стабильно неплохую экономику. Что у нас за эти 20 лет серьезно изменилось? У нас серьезно совершенствовалась технология. Мы на сегодняшний день уже точно можем говорить, в какой зоне, по какой технологии экономически наиболее обоснованно с точки зрения обработки почвы можно использовать пашный. Если раньше у нас были большие проблемы с точки зрения интенсивных технологий, в том плане, что мы их не везде могли эффективно использовать, за счет того, что у нас не было полного набора минеральных удобрений, в частности у нас не было значительного количества филатных соединений, и у нас не хватало стимуляторов, то за 20 лет у нас это существенно улучшилось. Появились хорошие системы орошения, появились современные средства защиты. Это все за 20 лет. Другим достижением, которое можно отметить в области сельского хозяйства, это то, что у нас появился рынок земли, потому что до 2002 года, пока не было рынка земли, движение финансов именно в сельскохозяйственном производстве было крайне замедлено, и это препятствовало росту, развитию сельскохозяйственного производства. Сейчас у нас не только рынок земли появился, уже больше 20 лет работает, эффективно работает, но мы существенно нарастили объемы по возможности, по реализации зерновых, зернобобовых и других культур. То есть, если раньше мы считали, что 40 миллионов тонн для нас это предел, то сейчас, по текущему году, мы уже превысили 70 миллионов тонн, что является крайне высокой цифрой, и при таких темпах мы, конечно, можем смело производить и 170 миллионов тонн зерновых, потому что проблем с реализацией не будет. Что же у нас получилось по экономике, какие у нас возникли экономические проблемы? Ну, я уже сказал, что если брать сельскохозяйственное производство, то благодаря вложениям, которые были за период с 2020 по 2021 год, сельскохозяйственное производство на одного работника производило больше, чем про наша промышленность продукции, в денежном выражении. Ну, а когда мы ввели таможенную пошлину в 2021 году, у нас сейчас мы отстаем по эффективности, и сейчас мы производим на одного сельхозработника всего лишь навсегда 3,3-3,4 миллиона рублей сельскохозяйственной продукции. О чем это говорит? Это говорит о том, что мы ограничены в ресурсах по росту и развитию. Это говорит о том, что у нас будет в сельском хозяйстве не только отток кадров, но и снижение их с точки зрения качества кадров. Потому что не секрет сейчас, что если, допустим, наемного работника брать, имеется в виду за пределами Российской Федерации, то ставка, которую для того, чтобы привлечь работника, допустим, в Среднюю Азию, у него ставка 1000 долларов он должен получать в месяц. То есть это по нынешнему курсу 90 тысяч. Не говоря уже за оформление куча работника. Соответственно, это сейчас не все хозяйства могут себе это позволить. Такой уровень оплаты труда. Дальше. Что у нас произошло за период с 2021 по 2024 год, когда мы ввели таможенную поштену? У нас практически более чем в два раза в пересчете, допустим, на действующее вещество возросла цена на удобрение. К примеру, АМАФОС в 2021 году можно было купить за 28 тысяч, а сейчас меньше 55 тысяч его нет. У нас в два раза возросла стоимость запасных частей, особенно за 2022-2023 годы. У нас в полтора раза возросла стоимость горючих смазочных материалов. В полтора раза возросла стоимость средств защиты. В итоге, если мы сейчас посмотрим по себестоимости по трем регионам, допустим, Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край. В 2023 году средняя себестоимость зимой пшеницы по Краснодарскому краю составляла 10 500 рублей. Средняя. По Ростовской области в прошлом году было 9 800 рублей. В этом году мы поменялись местами. Краснодарский край, себестоимость средняя – 9 200, Ростовская область – 11 400, себестоимость средняя. То есть при той урожайности, которую получила Ростовская область, по 35 центеров с гектара, которая, если с учетом семян, с учетом товарности, получается, что больше 80% сельхозтоваропроизводителей занимающихся зерновым производством оказались в убытке. Сейчас чуть-чуть цены вроде как начинают подрастать, но тем не менее они еще не достигли того уровня, чтобы эффективно окупать те затраты, которые сельхозтоваропроизводители произвели. Если мы посмотрим по себестоимости в Ставропольском крае, то в Ставропольском крае себестоимость чуть ниже, чем в Ростовской области, но разница в пределах 1 рубля на килограмм. Таким образом, получается, что если раньше мы могли, и у нас висел лозунг в Ростовской области, за производство 8 миллионов тонн зерна, это ставило целью 25-й съезд КПСС. Везде плакаты висели, 8 миллионов тонн зерна. В этом году мы произвели 10,8 миллионов тонн зерна в Ростовской области, и в подавляющем большинстве это оказывается убыточным. То есть это говорит о чем? О том, что у нас в экономике сумасшедший перекос. И если мы и дальше так будем действовать, то начиная еще с 2021 года, когда у нас приоритет по ценам поменялся, мы уже тогда видели и предполагали, что будут большие проблемы именно с зерновым производством. Потому что зерновое производство у нас уже третий год подряд, мы в лучшем случае работаем на невысокой прибыли, в лучшем случае отдельное хозяйство, лучшее, которое именно занимается экономикой. Тот, кто занимается в основном урожайностью, не обращая внимания на экономику, и сейчас в плачевном состоянии. Это касается не только фермерских или средних хозяйств, это касается даже холдингов. Это можно оценить по рынку земли, по предложению, которое есть сейчас на рынке земли. Вот посмотрите. На сегодняшний день у нас больше 30% хозяйств, это банкроты фактически. Трое вопросов, что их не банкротят. Вот по результатам, допустим, 23-го года у нас было 17-18% банкротных хозяйств, по результатам этого года это уже перевалило за 30%. И сейчас, естественно, будет коррекция рынка, так называемая, потому что мы находимся в рыночных условиях, и более эффективные землепользователи, конечно, придут на смену менее эффективно. Если это политика нашего Минсельхоза и правительства, то ничего хорошего от этого ждать не стоит. Теперь к проблемам, с которыми мы столкнулись в текущем сезоне, проявились несколько редких явлений. Первое редкое явление, которое у нас проявилось, это в основном при Азове, Ростовской области, Крым, это явление выпирания. Для мной, когда мы раньше говорили, вот ученые говорили, что смотрите, обращайте внимание на качество обработки почвы, потому что может быть выпирание. Большинство в это не берет. И в этом году, когда присылали такие вопросы, спрашивали, что это такое, наблюдалось выпирание, то есть отрыв корневой системы и усыхание на корню растения. Такое мы видели массово в Крыму, при Азове, в ДНР. И с чем это связано явление? Это связано с тем, что обработка почвы под такую культуру, как озима пшеница, проводилась на большую глубину, чем производился посев. В итоге образовалась так называемая прослойка, когда в процессе усадки почвы, так называемой, у нас наблюдался разрыв. Раньше в Советском Союзе такое явление наблюдалось регулярно, когда проводилась основная обработка почвы под озимую пшеницу в виде спашки. Потому что на естественную усадку почвы требуется от 60 до 90 дней. Соответственно, в структуре посевных площадей, которые мы имеем предшественника озимы пшеницы, в частности, если брать Ростовскую область, у нас три основных предшественника. Это колоссовые, это подсолнечник и это пар. Естественно, то, что касается парового предшественника, то здесь большинство вопросов, которые возникают, они связаны с сохранением влаги и получением своего времена схода. Но если в Волгоградской области, в Ставропольском крае над этим вопросом работают более предметно, то в Ростовской области у нас зачастую период, когда надо получать сходы, когда подходит посев, мы не получаем сходы, потому что не можем достать влагу. С чем это связано? Это связано с тем, что неправильно построена система обработки почвы второй половины вегетационного периода, начиная с июля-агуст, когда набивается плужная подошва, так называемая, путем многочисленных культиваций. И мы получаем массовое испарение влаги с поверхности почвы. Более того, образуется вверху пылевидный слой, а дальше такое уплотнение, что ни один сошник, в принципе, не может туда заделать. Поэтому вот эту проблему надо регулярно за этим наблюдать и эту проблему надо регулярно решать. Следующая проблема, с которой мы столкнулись, если мы вспоминаем осень 2023 года, то мы в нарушении всех агротехнических требований у нас была осенняя посевная растянута на два с половиной месяца. То есть кто-то начал в сентябре, кто-то в октябре, а кто-то в ноябре. В итоге те посевы, которые ушли в зиму нераспустившимися, несмотря на благоприятные условия перезимовки, на большое количество осадков, у нас часть посевов, порядка 800 тысяч, были нераспустившимися. Именно эти посевы в первую очередь пострадали, когда была первая волна заморозков. У нас было две волны заморозков. Первая волна заморозков у нас была в феврале, когда надземная масса сильно пострадала. А вторая волна заморозков была в мае. Так вот, первая волна заморозков, когда была, вот эти вот посевы, которые были нераспустившимися, они сильно пострадали. Те посевы, которые были распустившимися, Заморозки, которые прошли именно в феврале месяце, имели ретардантный эффект. То есть они не позволили существенно возрасти вегетативную массу. То есть тем опасениям, которые у нас были буквально в начале февраля, в конце января, когда мы видели, что запасы влаги в почве высокие, степень кущения зимой пшеницы высокая, прогнозы были о том, что придется массово применять ретарданты. Так вот, эту роль ретардантов в феврале текущего года исполнили заморозки. В первой половине февраля пострадали южные районы, во второй половине февраля, в начале марта пострадали северные районы Ростовской области. И тем самым вегетативная масса сильно подмерла. Но дальше, смотрите, какая получилась ситуация. Когда начали прибегать к азотным подкормкам, что такое заморозки? Заморозки это не только потеря вегетативной массы, это существенная потеря азота вегетативной массе. И заморозки способствуют тому, что поверхность почвы подсыхает. Поэтому, когда в тех зонах, где не было осадков и начали проводить азотные подкормки, в основном азотные подкормки с сухими удобрениями в виде разбрасывания, они не имели должного эффекта, потому что они просто-напросто не успели раствориться и достичь корневой системы. В итоге мы констатируем по текущему году очень низкая эффективность азотных подкормок там, где не выпадал осад. Следующий момент, который наступил, это чрезвычайно теплый апрель месяц. У нас среднесуточная температура на 10 градусов превышала средневнаголетнее значение. В итоге, к 1 мая на ультраранних и раннеспелых сортах мы уже наблюдали фазу калашения. На средних сортах мы уже тоже, был флаг и появлялся фактически колос. А только средне-поздние сорта к 1 мая у нас еще не были в фазе калашения. В заморозке, первая волна заморозка, которая была, она охватила в основном в Левобережье. Начиная от Воронежа, ДНР, ЛНР, Крым, Приазовья. Вот эта вот наиболее сильная волна, которая прошла, это была с 4 по 6 мая. В некоторых регионах было заморозки до минус 7 градусов. В итоге пострадала прежде всего зима пшеница и пострадал подсолнышек, который сейчас, вот если посмотрим, мы в Левоне, там так называемые драконы. Когда подсолнышек имеет 5-7 корзинок, то есть идет массовое расщепление, это все результаты заморозков. Под заморозков сильно пострадали бобовые культуры, такие как горох. И на удивление устояла соя и нот. Пострадали еще от заморозков у нас лен, поэтому средняя урожайность лена, которая по регионам, она колеблется в интервале от 0,5 до 1,3 тонн из гектара. Но даже при одной тонне из гектара, та ценовая политика, которая сейчас есть, это позволяет лен иметь в качестве надежной в экономическом плане культуры, стабильной. Следующий момент, который нас привел к низкой эффективности текущего года, это тот факт, что на большей части территории в этом году такие средства защиты, как фунгициды экономически были неоправданы. Это за исключением части Ставропольского края и Ростовской области, это самый юг, и Краснодарского края. В остальных зонах фунгициды у нас дали отрицательный результат. То есть мы понесли затраты, а результата не получили. Он был отрицательный. Другой момент, который второй год подряд мы имеем в качестве негатива, это самая высокая себестоимость изимой пшеницы по предшественнику пар. И сейчас возникает вопрос, а как дальше с паром работать? Потому что если в прошлом году у нас была себестоимость низкая из-за недобора урожайности, то в этом году не только недобор урожайности, но и недобор качества именно по предшественнику пар. Поэтому сейчас этот вопрос актуален для востока Ростовской области, северо-востока, северо-запада, Калмыкии, Астрахани, Волгограда и большей части Ставропольского края. И третий год подряд, то, о чем мы говорим, регулярно упоминаем о том, что выращиваете пшеницу качественнее. Третий год подряд разница между классами, между фуражом, пятый класс, четверкой и тройкой, превышает 2000 рублей на тонну. То есть вы делаете фактически одинаковые затраты, а разница в цене реализации по продукции очень сильно отклоняется. С чего надо, на мой взгляд, в первую очередь, на что надо обратить внимание, и опыт передовых холдинговых и хозяйств дает к этому серьезные, так сказать, предпосылки. Первое, это надо изменить подходы к структуре пассивных площадей. В чем проблема вообще юга Российской Федерации? У нас в структуре пассивных площадей, если взять Ставропольский край, да и Ростовская область, у нас под 60% озимоченицы. То есть мы достаточно большую долю озимой пшеницы высеваем по колоссовым предшествиям. Если эти зоны благоприятны, допустим, южная, как большая часть Краснодарского края, как часть промыкающего Ставропольского края к Краснодарскому краю, там вопросов нет, потому что там достаточное количество осадков, и там только применяйте удобрения, вовремя защищайте, и, как говорится, в добрый путь. А на большей части Ростовской области у нас получается, когда мы высеваем озимую пшеницу по колоссовым предшественникам, то мы имеем массу проблем не только с точки зрения влаги, мы и с точки зрения защиты растений. Если мы посмотрим на ту же хлебную жужелицу, то она уже поднялась до уровня Воронежской области. В прошлом году я уже отмечал в Богучарском, Павловском районах Воронежской области уже появилась хлебная жужелица. И для агронома это было настолько удивительно, потому что они никогда не видели этого объекта вживую. И когда их поля съедало, и они пытались пересевать яровым мечменем, приходилось их останавливать, потому что там уже был третий возраст хлебной жужелицы, она просто-напросто уничтожала пассив. Теперь, если мы посмотрим юг, то он сильно разнится по количеству осадков, по продуктивности, и поэтому должно быть две стратегии в структуре пассивных площадей. Если по югу, где благоприятные условия Краснодара, юг Ростовской области, там достаточно ограничить площадь озимопшеницы 50-55% в структуре пассивных площадей, но используют такие культуры, как соя, горох, тот же лен, которые являются отличными предшественниками для озимопшеницы, и ограничить площадь пары, то для засушливых регионов, таких вот как Восток Ростовской области, Волгоград, большая часть Калмыкии, Астрахань, Ставропольский край, восточные зоны, там следует какой подход изменить. Первое, это уменьшить долю пара чистого, заменить его на химический пар, уменьшить долю, это один момент. Второй момент, надо ввести такие культуры засухоустойчивые, но достаточно рентабельные, это, прежде всего, такие культуры, как нут, это такие культуры, как горчица, рыжие озимые, это как раз та зона, где эти культуры как раз дают и хорошую экономику, и хорошее развитие. Следующий момент, в острозасушливых зонах, нам надо менять систему с точки зрения подходов к технологиям возделанных. То есть, у нас должна быть ресурсосберегающая технология, преимущественно технология прямого села. Но здесь возникают несколько моментов, на которые надо обратить внимание. Первое, это надо добиться того, чтобы было массово проведено не только агрохимическое обследование, но и определенное механического состава. В зависимости от соотношения песка, физической глины, идла и пылевидных агрегатов определяется, какой тип страшника должен быть при переходе на технологии прямого села. Это позволяет, на примере некоторых холдингов, сократить в два раза расходы СССР. Ну, к примеру, допустим, в Агородской области Холдинг, Гелиопасс, если у нас в Средней Парастовской области расход ГСМ на гектар возделанной зимой пшеницы составляет 52 литра, у них 27, почти в два раза ниже расход горючих, смазочных материалов. Учитывая стоимость ГСМ, понятное дело, что мы должны в этом направлении двигаться. Следующий момент по применению удобрений. Надо сказать, что текущая ситуация, которая в 2024 году показала, очень высокую эффективность жидких удобрений. Речь идет не только о кассе, речь идет о ЖКУ. И если мы посмотрим, как они должны применяться, то они должны применяться, конечно же, на основе почвенной растительной диагностики, потому что различия в дозировках по полям кардинально отличаются. Они бывают в два-три раза отличаются. Соответственно, затраты на удобрения при проведении почвенной растительной диагностики позволяют нам экономить до 20-25% затрат на удобрения. Ну и по средствам защиты. Безусловно, те средства защиты, которые мы применяем, они достаточно разнообразные. И у многих подход какой? Сработать с запасом. Я уже вам говорил, что в этом году фунгициды показали низкую эффективность. Поэтому без мониторинга ситуации, без фитоэкспертизы, без мониторинга ситуации, которая на поле непосредственно, невозможно принять правильное решение. К сожалению, последние тенденции показывают, что агрономы все меньше присутствуют на полях. Они не видят ситуации фактической, что происходит на полях. И вот эта цифровизация, она получается, как бы с одной стороны, это решает управленческое решение, но по факту ситуацию, которую на поле, сейчас мало кто видит в реале. В итоге получается, что на целом ряде объектов агрономы просто не могут отличить вредоносный объект друг от друга. Они не мониторят ситуацию полномасштабно, как это требуется. И к вопросу дифференциации пашни. Надо сказать, что ряд холдингов и хозяйств эту работу начали. Они имеют серьезный положительный эффект, но это требует достаточно больших затрат. Это, так сказать, перспектива, которую нужно для себя намечать, потому что под это требуются серьезные финансовые ресурсы и соответствующую подготовку, прежде всего, техническую. Благодарю за внимание. Спасибо, Александр Валентинович. Друзья, какие вопросы есть Александру Валентиновичу? Я хочу добавить к тому, о чем сказал в начале. Александр Валентинович агроконсультант, который сопровождает, наверное, три десятка успешных хозяйств и юга России, это и Ростовская область, и Краснодарские, и Ставропольские края, и достаточно много Воронежской области. Поэтому он знает, что называется, из первых рук ситуацию в регионах и хозяйствах. Есть вопросы? Не только успешных, Николай Валентинович, и провальных. А успешных, вот кто безуспешный, он и не нуждается в сопровождении чаще всего. Они и так все знают, а успешные нуждаются. Вот вы сказали, Александр Валентинович, что 30% это банкроты в этом году, и более успешные займут их места, и что в этом ничего хорошего. Можете выяснить почему? Если успешные займут их места. Дело в том, что особенность сельхозпроизводства такова, что вот проблемы, допустим, холдингов в чем? В том, что уровень управляемости усложняется. То есть там, где более среднее, будем так, хозяйство или центры, они более контролируют ситуацию, чем, допустим, крупные холдинги, которые зачастую не могут успешно решать вопросы, им требуется для этого и больше, так сказать, разворотливости и больших вложений, понимаете, чем, допустим, средним, которые знают лучше землю. Поэтому любой распад, тем более массовый, который влечет за собой привлечение, так сказать, других землепользователей, другой землепользователь, придя на прежнее, на то место новое, ему потребуется несколько лет для того, чтобы освоиться. Это своего рода торможение является. Есть вопросы в зале? Не вижу рук. Хорошо. Александр Ильич, Вы сказали, что выпирание – это проблема качества обработки почвы. По Вашим наблюдениям, выпирание чаще наблюдалось на полях, где плохо обрабатывали почву, или на полях наутим? Как Вы наутильщик? Нет, это вопрос, связанный с глубиной обработки почвы, которую проводили, основной обработки почвы. То есть, если, допустим, азима пшеница под азиму пшеницу, если пахали на глубину больше 20 сантиметров, и эта вспашка проводилась в августе, особенно вторая половина августа, если ее сразу не довели до посевного состояния, а посев, допустим, произвели в первой декаде октября, то есть в процессе усадки почвы наблюдается разрыв корневой системы. Если говорить о поздно убираемых предшественниках, допустим, подсолнечек, то тоже, если Вы сеете на 5 сантиметров, 6 сантиметров максимум, то глубже 6 сантиметров не надо проводить обработку почек, то есть нужно сделать плотное ложе. Если плотного ложа нет, это как раз касается технологии, где проводится обработка почвы, это не касается технологии наутила. В технологиях наутила там весь вопрос упирается в выбор сошника, правильного сошника, то есть согласно механическому составу, то есть где какой сошник подходит, потому что они очень сильно разнятся, допустим, дисковые, анкерные, однодисковые, двудисковые, очень большая разница, поэтому в меньшей мере это касается наутила прямого посева. Продолжение следует...